В каникулярное время у школьников и в период отпусков их родителей в областной детской стоматологии наблюдается большое скопление маленьких пациентов. Люди вынуждены долго ожидать своей очереди на прием к специалисту. В этой связи требуется более вместительное здание. Кроме того, имеется нехватка детских стоматологов. Об этом в нашей съемочной группе сообщил главный врач детского медицинского учреждения. Оказание квалифицированной стоматологической помощи в поликлинике находится на высоком уровне. Это признают сами родители, которые ожидают своей очереди. Согласно принятым нормам, в субботу обслуживаются только экстренные случаи. Однако, если родители приводят детей на плановый осмотр, никому не отказывают в помощи. В учреждении создано все необходимое для приема маленьких пациентов. Разве что стесненные условия смущают, отмечают мамы. Каждый год со своим ребенком самым веком я прихожу на осмотр к врачу именно у Мербековой Алмаку Евгеньевне. Мы второй год здесь наблюдаемся, и моему ребенку очень здесь комфортно. Условия здесь отличные. Очень. Насчет очередей. Вы знаете, любой человек в свободное время может полечить другу своему ребенку, поэтому я нахожу время летом, потому что и мне удобно, как я учитель. Город большой, детей много, рождаемости. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше было здания, пошире, потому что все родители стараются здесь полечить зубы детей. Областная детская стоматологическая поликлиника действует в неприспособленном здании. В свое время помещение выделили на 45 тысяч детей. Сейчас же количество детского населения только города превышает 200 тысяч. А к специалистам своих детей родители привозят даже из соседних районов. Им легче и ближе приезжать в областной центр, чем добираться до больницы в райцентре. Многие родители, наверное, некоторые знают, некоторые не знают, наверное, но еще кроме этого у нас есть частные стоматологические клиники, которые сидят на договоре с ФОМСом и принимают детей. Но иногда бывает, что они поставили такое условие, что они работают два дня в неделю, три дня в неделю, или работают по определенным, там, с четырех лет только принимают, некоторые принимают только с 15 лет, да, например, и так далее. А мы, вот, например, здесь, в государственной поликлинике, мы никому не отказываем, от нуля до 18 к нам приходят. А маленьких пациентов с годами не уменьшается еще и по той причине, что многие родители не прививают ребенка к гиену полости рта. И проблемы с кариесом далеко не главные, отмечают стоматологи. Основная проблема, проблема это, конечно, если из-за болеваний, это то, что дети уже приходят к нам с запущенными. Уже, представляете, раньше такого не было, например, да, сейчас мы даже двухлетним, да, двухлетним детям мы удаляем зубы, молочные зубы, уже запущенные. Почему? Потому что это уже инфекция в кости, и нам уже необходимо его удалять. Ночами, когда уже не спит, когда уже зуб запущен, они только тогда обращаются. И, конечно, у нас вот такие очереди и так далее. Слово в детской стоматологии по проспекту Абая в филиале по улице Асао Барака работает в общей сложности более 20 терапевтов и хирургов. Специалистов не хватает, говорит главный врач. Молодые люди заканчивают стоматологический факультет, но не могут устроиться на работу. От них требуется закончить еще и резидентуру. В учреждении надеются, что в скором времени подобную меру отменят и удастся набрать больше молодых квалифицированных стоматологов. Николай Сырбов, Армандус Магамбетов, телеканал Актюбе.